Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осетская, канал о вязании, обо всем, что связано с вязанием. Я уже, вернее, за вчерашний день, я сегодня выпустила видео, сейчас оно будет на канале, грузится. И поэтому я ничего не буду показывать, чем я вчера занималась. И только единственное скажу, что это диван. Я снимаю на диване, потому что у меня произошла очередная неприятность. Вчера тоже был не мой день, видите, я сломала вот эту штуку, телефон у меня не держится. А я заказала новый, 12 числа мне придет новая лампа. Ну вот пока буду снимать с руки, и пока вот так вот. Значит, сегодня у нас воскресенье, сегодня будет итоговый день нашего совместного проекта «Выбор без выбора». И я сейчас уже есть задание, я включу, поставлю вам видео новое. Это задание задавала Татьяна, ее канал «Татьяна. Люблю вязать и не только». Мы посмотрим, а потом я расскажу, чем я буду сегодня заниматься. Всем добрый день, всем здравствуйте, с вами Татьяна, и мой канал «Татьяна. Люблю вязать и не только». И сегодня моя очередь бросать кубики и задавать вопрос в совместном проекте «Выбор без выбора 3». Итак, мой вопрос. Где вы предпочитаете покупать пряжу, фурнитуру и инструменты? Как вы предпочитаете делать это через онлайн-магазины или же прийти в рукодельный магазин в своем городе, пощупать, потрогать? И как вы сдерживаете себя, чтобы не накупить на большую сумму? И сейчас мы бросим кубики. Так. Вот на телефоне сфокусировалось, теперь стало темно. Вот так посмотрим. И раз, два, три. Процесс номер 6 и процесс номер 5. Эти процессы на сегодня. Всем пока-пока, всем удачи! Итак, вы уж меня извините, если будет трястись камера немножко. Итак, значит, выпали 5-6. 5 – это мой жкетик. Я, может быть, сегодня единственная. Размотаю вот эти вот моточки. Я достала вчера вот эти два. Найду одинаковые, чтобы были лапряжи одного цвета. И приготовлю вязать рукава. Может быть, начну вязать рукава, но это маловероятно. Но кто его знает. Вот. И сегодня я хочу повязать в основном вот этот джемпирог, футболку. А знаете, я... У меня сегодня прям... Вообще вот конец этой недели, сплошной стресс. Спицу сломала. Вот эту вот ерунду сломала. Такая вот штука. Ну что теперь делать? Ее ничем. Я вчера искала по разным магазинам, по разным сайтам. Думала вот такой вот купить отдельно, а ее нет нигде. Мне пришло заказать полностью лампу. Но, слава богу, я заказала. И 12-го числа я получу лампу и заберу спицы. Они в одном месте я заказывала. Все нормально. Вот. И я получу. 12-го. До 12-го буду вот так мучиться, страдать. Сегодня я хочу повязать в основном такой, знаете, вот этот джемпер. Потому что я здесь провяжу еще два или три ряда до конца рапорта. И отделю рукава от тела. И буду вязать тело. Вот эта вот лицевая гладь монотонная. Мне хочется просто спокойно, чтобы меня никто не трогал, никто не дергал. Ни на что не смотреть. Просто монотонно посидеть. И буду сидеть сегодня монотонно вязать. Сегодня мне никуда не нужно идти. Единственная придет дочь с зятем. Они вчера забыли у меня телефон. Вот. Придут сегодня. Заберут и все. И я буду тихо-тихо выключу свет. И буду тихо-тихо сидеть. Чтобы меня никто не трогал, никто не дергал. Вот просто хочется. Знаете, наверное... Наверное, я просто устала. Я живу сейчас в такой обстановке, когда все раскидано. Все, в общем, порядка нет. Потому что... Ну, потому что сейчас, пока я еще не закончила все дела свои по квартире. Ну, это временное явление. И я сегодня тихонечко, монотоненько посижу и повяжу. Вот. И хочу сейчас ответить на вопрос, который задала Татьяна. А вопрос я еще раз озвучу. Как вы покупаете... Где вы покупаете пряжу? И как сдерживаете себя, чтобы не купить на большую сумму? Знаете, пряжу, где я покупаю? Я пряжу покупаю на садоводе. Покупаю от 5 тысяч. Там идет скидка оптовая. Вот я покупаю там. Еще есть один магазин, в котором тоже есть скидка от 5 тысяч. Она такая же точно по цене получается, как на садоводе. Но на садоводе больше значительно пряжи той, которая, допустим, вот Нака в этом магазине нет. Фибра натуры в этом магазине нет. В этом магазине только из Турции Ернарт, Ализе, Мэджик. А что еще? Есть, по-моему, Вита, я не помню. По-моему, Вита еще. Ну, совсем очень немного. И на российской пряже это... Семеновская, Троицкая, Пихорка, Лама. Наверное, и все. И как-то я была на складе. Я покупала для детского пледика пуфи. Пуфи, и не было цвета, я оплатила и пошла на склад из магазина. Там они прям буквально рядышком. И на складе говорю, вот вы бы еще на АК завезли. Она говорит, зачем мы с этим, не знаем, как у нас как бы берут хорошо. Еще мы какую-то будем добавлять, нам это не надо. Ну, вот, поэтому я когда... Ну, вот и там, и там покупаю. Если бы это было все в одном месте, конечно, мне удобнее было там заказать. По интернету заказал, и тебе доставили. У них есть ДЭК доставка, есть доставка до подъезда, есть почтовая доставка. А вот на садоводе доставки нет никакой, приходится саму ездить. Ну, а если мне нужно взять не упаковку, да, но там и там надо брать упаковками. В принципе, можно в магазине купить не упаковку, а не скомоточков. Но там получается значительно дороже, хотя этим я тоже пользуюсь. Но последнее время я несколько раз заказывала в интернете. Допустим, мне нужен только моточек, и ехать туда в магазин через весь город мне не хочется. Я заказывала в интернете, но получается очень дорогая доставка. Да, кстати, вот Пряжи РФ, там, по-моему, доставка самая... Ну, вот на мой взгляд, самая дешевая. Но, опять же, если моточек Пряжи стоит 150 рублей, а доставка 199, ну, 200 рублей, да, ну, как бы вот... Поэтому я стараюсь брать, если по одному мотку я смотрю, что мне нужно, и стараюсь брать, конечно, побольше. Как я сдерживаю себя, знаете, раньше вообще не могла никак сдерживать. Раньше нужно было, не нужно, я приходила и искупала. Я покупала и клала, покупала и клала. Это мне доставляло такое удовольствие, просто счастье. А вот сейчас, поучаствовав с Аней Полозняк в ликвидации, потом я с Викторией Цой была в хомяке, там, где было нельзя покупать. И я как-то стала относиться, знаете, ну, вот думать немножко, включать мозги. И я недавно была в одном месте, и там недалеко, ну, на следующей станции метро, магазин Пряжи. И я помчалась туда. Пряжа недешёвая. Недешёвая, получается, ну, значительно дороже, допустим, чем вот в пряже РФ. Ну, допустим, я купила на ГАЗАЛ, ГАЗАЛ Бэби Волл. У них стоил он 125 рублей, а в интернет-магазине, вот, пряжный РФ, стоит он, по-моему, то ли 101, то ли 95, вот что-то такое. Вот. Я когда туда пришла, там стены все завешаны от потолка до пола пряжи, и мне захотелось остаться там жить. Но от того, что у меня разбежались глаза, я не знала, что взять. Я вот взяла по два моточка разного цвета и бегом оттуда улетела. Но я поняла, что я туда больше не пойду. Конечно, удобнее пряжу заказывать в интернете. Ту, которую знаешь, ту, которую много слышал, читал, щупал. Ну, вообще, я люблю пощупать руками. Но я для себя решила, что, наверное, я... Мне лучше заказывать в интернете. Мне вообще лучше всё заказывать в интернете. Я точно так же заказываю продукты в интернете, потому что идёшь за булкой хлеба, а тащишь целую сумку. Во-первых, это тяжело, во-вторых, это очень многое просто нет такой необходимости. А вот. И то же самое с пряжей. Я в интернете чётко понимаю, что мне нужно. А потом ещё у меня её такое количество, что мне хочется чуть-чуть её извязать. Я вот пытаюсь это сделать, правда, не очень получается, потому что у меня был переезд, ремонт. Я целый год... Но в этом году я повязала хорошо. Хорошо повязала, благодаря совместным проектам. Я, в общем-то, довольна. Вот. Вот такие вот дела. Я вроде бы всё сказала. И сдерживаю я себя. Вот просто бью по рукам. Иначе бью по рукам, беру себя за шкирку под зад коленом и говорю, всё, пошла вон. Вот прям вот так и говорю себе. Потому что хочется извязать то, что есть, а потом купить новое. С трудом, но получается. Знаете, тяжело было первый раз, тяжело второй раз, третий раз стало полегче. Я даже иногда захожу в магазин пряжи. Здесь он около меня, иголочка. И ещё есть магазин, который называется... Ой, опять забыла. Напёрсток, по-моему. И я прихожу туда, вы знаете, я смотрю на пряжу и понимаю, что я не буду покупать её. Я иногда возьму моточек, вот хожу, хожу с ним, потом подойду и положу назад. Вот я себя так приучаю, прям вот вырабатываю в себе силу воли. Всё. Я пошла вязать. И потом включусь. Уже второе включение, покажу, что я сделала. У нас уже вечер, уже такой серьёзный вечер. Вечер, я решила, что я больше не буду сейчас связать. Я хочу показать, что я сделала. Я, значит, вязала только футболку. Сняла с бросовой нити всё на одну спицу. Довязала здесь два ряда. Длина рукава мне достаточно. Я сняла отдельно эти два рукава на нитку и провязала росток. Провязала росток вот такой большой здесь, 5 сантиметров. Потом я набрала подрезы. Не знаю, большие, наверное, подрезы. Но посмотрю, как я померяю. И провязала вот здесь два ряда. Вот такой у меня росточек хороший получился. Мне нравится, когда росток достаточной длины, потому что мне не нравится, когда прям врезается в горло. У меня платье было, оно мне очень нравилось. Но платье было без ростка. И мне было очень комфортно в нём ходить. Вот. Значит, что ещё по этому могу сказать процессу? Пока ничего. Буду его вязать дальше. Сегодня буду вязать до вечера, до конца вечера. И ещё вот у меня был номер 5. Это мой жакетик. Ну вот, видите, как я поставила сюда спицы, так они и остались. Ничего не отматывала, ничего не делала. И почему-то вообще пока не хочу его трогать. Единственное, что я здесь всё-таки постираю, я перенесу на нитку вот эту вот, сниму лески и постираю. Постираю и, наверное, проглажу. А дальше уже буду думать по поводу рукавов. Так. Ну, наверное, всё на сегодня. Я хочу сказать, что у нас 14 человек. Я уже говорила, наверное, да? 14 человек участвуют в этом проекте. Ссылочки я на всех оставлю. И ещё я оставлю ссылочки на моих вязальных подруг. Поэтому проходите, смотрите, девочек, которые участвуют в этом проекте. Посмотрите у меня моих подруг вязальных. Вообще очень талантливые люди, очень творческие, интересные идеи. Может быть, вам что-то пригодится. Может быть, вы захотите себе что-то связать. Много мастер-классов у девочек на канале. Интересно, конечно. Может быть, просто что-то посмотрите и вдохновитесь. Поэтому проходите по ссылочкам и смотрите. Ну, и на сегодня всё. Спасибо большое всем за внимание. Все, кто пришёл ко мне на канал, кто посмотрел. Я надеюсь, что вы напишите свои комментарии. И ещё раз простите меня за такую съёмку, но вот так вот получилось. И живу в таких пока условиях до 12-го числа. 12-го числа я получу лампу, и всё будет нормально. Если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь на него, пожалуйста. И не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы известил он вас о том, что вышло новое видео. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Я думаю, что до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok